Мы, конечно, можем поговорить о проблемах, которые присутствуют в Дели, в Инделе, в Мексиканском заливе, но меня очень волнует ситуация, которая происходит прямо сейчас в Сочи. Что происходит там, с Вашей точки зрения, о чем мы не знаем и что нам не сообщают? Так получилось, что когда появился первый план, первая карта строительства объектов, мы все ужаснулись, потому что целый ряд объектов достаточно опасны для окружающей среды. Мало того, что они должны были быть построены в бывшей заповедной зоне Сочинского национального парка, которая была под это дело ликвидирована, благополучно. Там вообще очень хитрая история с Сочинским национальным парком, это особый разговор. Но настолько близко строить, то есть фактически это буферная зона заповедника, которая опять же находится под охраной ЮНЕСКО. Но как минимум такие вещи нужно было отодвигать. Два с лишним года борьбы, проведение митингов, собирание подписей, работая с международными структурами. В результате тот же самый человек, может быть тем же самым фломастером, я не знаю, которым он байкальский нефтепровод отодвинул от Азербайкал, но уже в другом ранге, он эти все объекты передвинул. То есть воздействовали мы, подействовала, все это вот наша работа, она в конечном счете свою роль сыграла. Но вы знаете, как у нас все обычно делается? Мы участвовали в экспертизах различных объектов. Я вот сам лично в пяти или в шести экспертизах объектов участвовал. Абсолютно малограмотно все это делается. Абсолютно, ну так, что вот ни одну экспертизу я не подписывал. У меня все время было особое мнение, потому что это невозможно было подписать. Это подписывать невозможно. С некоторых поперестали приглашать, по понятным причинам. Вот так удобно. Но вы же не подписывали, конечно. Естественно, что вас приглашали. Вот, в прошлом году совершенно дикое событие. Началось строительство так называемой совмещенной дороги из Адлера в Красный Полян, железной и автомобильной дороги. Это дорога. Которая начала строиться вообще без проведения какой-либо экспертизы, без каких-либо нормальных научных исследований. Просто пришли строители и начали рубить краснокнижные растения и деревья. Реликтовые деревья и пустарники. Мы схватились за голову, тоже закричали, забили в колокол уже все вместе, вообще кто только мог, потому что это уже вообще выходило за рамки. Понимаете, с одной стороны, национальный парк, он охраняется российским законодательством. Там нельзя ничего такого делать. Законодательство все поменяли. Для того, чтобы провести Сочинскую Олимпиаду, поменяли все наши природоохранные законодательства в пользу этого строительства. Теперь там можно вырубать все по нашим законам. То есть и народ этого ничего не знает. Мы стараемся об этом кричать. Понятно. В общем, кто-то уже об этом знает. Я не помню уже журналистов, давал я интервью, спросил меня, как вы считаете, это будет экологичная Олимпиада? Я говорю, вы знаете, ни в коем случае. Я не хочу, да, я не хочу.